Владимир Ружицкий проинспектировал технику Люберецкого дорожно-эксплуатационного предприятия. Глава округа проверил спецоборудование, предназначенное для содержания и уборки окружных магистралей. Также Ружицкий лично пообщался с рабочими бригадами. Во время рабочей встречи глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий обсудил некоторые вопросы по дорогам совместно с представителями МОЗ «Автодора» и Люберецким ТЭП. Это предприятие находится всегда в поле зрения и сегодня есть коллектив и профессионалы, потому что Люберец это и ближняя Подмосковья, и широкая сеть дорог, но даже не столько дороги, главное, хотя это очень важно, поток транспорта, он сегодня превышает пропускную способность этих дорог. Поэтому транспортная нагрузка на дороги сегодня огромная. Ружицкий уточнил, власти и дорожники ставят перед собой первостепенную задачу – содержать все дороги городского округа Люберца в порядке и максимально приблизиться к столичным стандартам качества. Сегодня Москва, столица, где дороги ухоженные, территория ухоженная, где все в развитии. Мы просто не имеем права стоять на месте, мы просто обречены, хотите бежать, хотите соответствовать тому, что есть в Москве. Глава отметил, что в последний летний месяц идет совершающий капитальный ремонт дорог, после чего начнется подготовка к зимнему сезону, перед которым власти и коммунальные службы планируют закупить песчано-соляные смеси и всевозможные реагенты для дорожного полотна. Мы содержим городской округ и дороги Автодора. Это Автодор где-то примерно от 113 километров, города – 78. А сколько единиц техники? На сегодня, на сегодня, после объединения у нас получается порядка 95 единиц техники. А людей? А людей – 240 человек. По словам Чувашова, техника, используемая на дорогах, в основном снегоуборочная, поливочная, также есть трактора и щетки. Содержание входит полностью. Ямочный ремонт, текущий ремонт дорог, дорожного покрытия, окос, тротуары, промывка. Чувашов добавил, что все договоры касательно зимнего сезона уже подписаны с подрядчиками. Аукционы «Адыкранный штат» рабочих увеличился, и к зиме коммунальные службы готовы. Екатерина Скрижалина, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Субтитры создавал DimaTorzok